В машинном обучении обычно рассматриваются стационарные процессы с нулевым средним, причем даже не стационарные, а изотропные, то есть они зависят только от расстояния между точками, и причем мы считаем то, что с точностью до дисперсии процесса и его масштаба, то есть растяжение, это одна из следующих хорошо известных функций. Это либо так называемое RBF-ядро, либо это координационная функция матерна, либо еще какие-то часто используемые, их можно найти, например, их реализацию можно найти в GpyTorch. Обычно используется матерн 3-2-5-2 из-за того, что эта формула упрощается, и ее становится легко вычислять. Ну вот выбор K, он влияет на то, как будут выглядеть процессы, а также он влияет на гладкость. Например, если мы будем получать процессы с нейтроном RBF, то они будут почти, наверное, бесконечно гладкие, а если с матерном, то они будут необходимое число раздифференцировать. Они, гладкие процессы, используются для регрессии, и... Ну вот общая постановка задачи регрессии, да, она всем простая. Это у нас есть в каких-то точках X1 и XN, мы измерили какие-то зашумные данные Y1 и YN, некоторые неизвестные функции F, и мы хотим по этим знаниям получить, предсказать значение F в каких-то других точках. Соответственно, давайте будем использовать, грубо говоря, БС-овский подход. Мы завезем априорное распределение на функциях, и, точнее, мы будем считать, что наша функция – это реализация какого-то случайного галстского процесса, просто галстского процесса с этим, конверсовым ядром K. Пока мы считаем, что кальфиксируем. Хорошо, тогда мы хотим найти апостроенное распределение, то есть условное распределение, ну, при условии, что... Каждый распределение на процесс, при условии, что мы пронаблюдали наши входные данные. Ну, вот давайте заметим то, что если мы ограничим наш процесс на X и X звездочкой, то мы получим просто конечномерное распределение, и мы знаем то, что оно получается многомерной нормальной исключательной речиной. Соответственно, мы можем просто применить стандартную формулу для условного распределения нормальной исключательной речины, и получаем следующую формулу. Давайте сразу отметим, что в этом случае у нас, во-первых, куберционная матрица не зависит от того, какие значения реализовались, и это вроде одно из определяющих свойств того же каусского процесса. А во-вторых, для того, чтобы провести эту регрессию, нам нужно обратить вот эту матрицу, нам нужно обратить эту матрицу. Ну, какой у нее размер? Это куберционная матрица наших входных данных, то есть у нас получается кубическая сложность по количеству входных данных, и это довольно плохо. То есть это вот регрессив картинка, то есть это мы просто берем случайные реализации нашего каусского процесса, потом для каждой реализации мы пересчитываем его в правдоподобие, и оставляем только самые вероятные. И дальше, на самом деле, для них мы можем в каждой точке посчитать, например, расспрос возможных значений. Теперь давайте к тому, ну вот мы изначально предполагали, что ка неизвестна, но понятно, что на самом деле делать, если ка у нас неизвестна. Во-первых, мы выбираем ее, опять-таки, в таком виде, ну и выбираем параметрическое семейство, исходя из того, какие требования на функцию мы накладываем. То есть на практике, например, мы используем три вторых, потому что слишком гладкие решения получаются не геологичные. Соответственно, а дисперсию и разброс нашего процесса мы можем подбирая просто метод максимального подобия, то есть мы просто максимизируем вероятность получить наблюдение пары x и y, которую мы вводили раньше. Ну или мы можем на самом деле ввести какие-то, завести приорвенные распределения на sigma e и опять-таки искать приорвенное распределение, как форму выбается. Но у этого случая есть минус. В этом случае у нас получается не аналитическая формула, зачастую, и просто так у нас ничего не получится. Ну, соответственно, плюс. Это грейдингс-хоррекция предсказания, который говорит о том, что мы не только предсказываем значение в каждой точке, и также мы можем сказать, насколько мы не уверены в этом предсказании. Ну или зависимость между точками и так далее. Дальше. Работает смаженно с малым числом данных. Среди минусов, это опять-таки то, что упоминалось, то, что скорость нашего... Работа нашего алгоритма кубическая от количества наблюдений, и наивным способом даже здесь четвертый точек обработается, конечно, но долго. Но на самом деле для этого есть приближенные методы, и я расскажу о них, если у меня останется время. Соответственно, последний минус, предполагается стационар без данных. Но опять-таки, потому что мы зачастую используем наше гидро в виде стационара. Соответственно, давайте перейдем, как мы это используем в неамоделировании. Мы можем считать, что в месторождении представляет себя куб в 0,1 куб со стороны 1. Понятно, что если это не так, то, что мы можем просто периметризовать и всегда находим данный куб в виде. Во-вторых, у нас на месторождении прогуляют вертикальные и горизонтальные скважины, и в данных измерены измерения, причем их довольно немного, довольно другого. И требуется геологично распространить... А что измеряется? Концентрация поведенной руды или что? Измеряется, по-моему, гамма-распад. Гамма-каротаж, то есть то, насколько это происходит в районе датчика, происходит гамма-распад. А, радиоактивность. Да, у песка и у глины это по-разному. Там больше других специалистов, например, о системе инфляции, которые у нас в датчиках, и еще полициями. Требуется геологично... Ну, это гамма-распад, а не с байкой, что-нибудь... Ну, в ноль скважин, бачки-сталяр... Можно вопрос? Да, повторно, если мы уже смеялись, я еще раз спросил, а что значит геологично? А, ну, подожди, а тебе не ответили, чтобы геологу понравилось? Ну, вот на картинке... Ну, в смысле, ну, сейчас, у меня там будет картинка следующая, ну, вот... Это вот результат работы нашего алгоритма, здесь вертикальные, скважинные... Соответственно, точек, в которых есть измерение, а окупы, ассимуляция. Ну, вот геологично, я не знаю, ну, так... Вот, я нашел родомную картинку из интернета, в ней, как бы, видно пласт. Вот геолога ожидает, что структура, которую он видит, она будет чем-то похожая. То есть, пласты какие-то? Да, пласты какие-то. Значит, на всякий случай, ты сейчас пытаешься формализовать. Мы очень много провели времени, да, значит, с геологом, чтобы... Ну, с Казпрома нет, только попытаться формализовать. Да, да, я поэтому и спрашиваю. Мы не особо преуспели. Почему этот термин геологичный? К внешнему виду? К внешнему виду, да. То есть, там валидация как бы... Нет, внешний вид самое простое, что для геологов понятнее всего. Берете карты... Картографии геологической, там, если известняк, то он рисуется кирпичиками. Если рисунок, то он рисуется точечками. Если вы нарисуете так, то геологу все сразу понятнее. А то, что в предыдущем рисунке нужно было тебе... Песок точечками написать. Нарисовать там кирпичики и точки нарисовать. Да, ну они как бы так это... Нет, если известняк кирпичики, Йоу точно поймет, что это известняк. Йоу дает 100%. Так вот, да, смотрите, давайте продолжим. Давайте сразу скажем, что на самом деле наивный процесс, наивный процесс, мы не можем просто применить этот трехмерный гауссовский процесс. Почему? Потому что на самом деле, опять-таки, вот из-за этой слоистой структуры наши... У нас нет никакой социализации по вертикали, потому что у нас, ну вот понятно, что у нас, не знаю, разные пласты и с разными свойствами они забегают обычно на раз в глубину. Поэтому мы используем так называемый метод. Это тот же слайд, который был в прошлый раз. Мы просто-напросто заменяем наши вертикали, для которых у нас нет стандарности, на коэффициенты фурье. Коэффициенты фурье, считаем то, что они... Каждый из них — это реализация гауссовского процесса, и они все независимы. И, соответственно, моделируем дектора-значный гауссовский процесс. Но, опять-таки, дектора-значный гауссовский процесс — это ничего страшного, потому что это может шесть, что это просто процесс на R3, на N копиях R3. И... Скоро-напросто кавычному. Кавычному — это мерному. Дальше мы специально березками, скважины, просто... На них мы можем явно просто вычислить коэффициенты для точечных измерений. То есть, какой-то точке, если мы знаем измерения, то мы знаем, как выражается эта точка в наших разложениях фурьей, поэтому мы знаем, на самом деле, условие на линейную комбинацию, ну и дальше как-то раньше обуслаблено. Да. Вот. Кто-то спрашивал, вроде, в прошлый раз про матрицу. Мы вот... Опять... Фурьей, да, они делают сами там? Или синус? Мы выбираем полиномли жанры либо веблеты, которые... Ну, если просто одни, или это мы сами? Ну, в смысле, обычно используется... Ну, это просто отогенальный базис какой-то на минус один один. Ну, в смысле, ну, нет, фурьей это же общий нам название. Слово фурьей это все. Да, это все фазы. Мы используем либо веблеты, либо веблеты. Сейчас, кого-нибудь. Манье. Да, нет, на д. Добеши, да. Вот. Соответственно, вот здесь, опять-таки, у нас кажется, что матрица n будет n-кубер, но на самом деле не правда, потому что матрица выглядит вот так. Мы предполагаем, мы вот делаем сильное предположение на то, что наши коэффициенты независимы, поэтому, если мы сгруппируем все по коэффициенту, вот здесь все будет нулевым. Соответственно, вот эту верхнюю часть матрицы мы можем обратить быстро. Нижнюю часть матрицы мы тоже можем обратить быстро, потому что у нас обычно мы предполагаем, что горизонтальных точек не очень много. Соответственно, для каких-то случаев специально есть способ обращения при помощи дополнения Шура. Можно, наверное, загуглить просто. И он позволяет эту матрицу обращать куда быстрее. Соответственно, давайте... У меня осталось время? У меня, в общем, еще целый доклад. В общем, да. Вы слышите, формально у вас 5 минут? Еще вопрос. Круто. Ну вот давайте про то, про то, как ускориться. Потому что я говорил, что кубическая сложность это смерть, и давайте ее пытаемся избежать. Во-первых, решение задачи регрессии это все-таки случайная реализация гауссского процесса, а все... А если мы научимся их получать, то мы потом все вероятность характеристиками в основном как? Просто получив много примеров. Ну, значит, нам нужно просто научиться получать быструю реализацию. Для этого есть замечательная формула, которая позволяет из необусловленного процесса F получить обусловленный просто прибавлением какой-то код исправления. То есть, вот какого члена, который все поправляет. Соответственно, чтобы и того, чтобы воспользоваться этим, мы можем просто научиться быстро сомплировать необусловленный процесс, а потом научиться добавлять эту добавку. Добавлять эту добавку это научиться избегать вот этого кубического обращения. Вот для этого используются методы так называемых FAS-BP. Но, в общем, что мы делаем в этом случае? Давайте уменьшим размер матрицы с n на n до какой-то маленькой, где m, которая намного меньше, чем n. корень кубический. Но вот просто выкидывать точки, это понятно, что неправильно, потому что мы теряем слишком много информации. Давайте просто попробуем запихнуть в эти точки побольше информации. Как мы это сделаем? А давайте мы сделаем эти точки случайными. То есть, мы выберем какие-то m точек и скажем, что значения в них являются тоже нормально распределенными. И тогда, получая сэмпл, будем по следующему образом. Мы сначала процемплируем значения в этих точек, а потом уже обусловиваемся вот этими значениями, но их будет меньше, поэтому это будет работать довольно быстро. Это будет работать в ZMQ. Соответственно, нам нужно, мы решаем стандартную задачу, нам нужно одно распределение, аппроксимировать другим. Ну, это делается стандартными способами машинного обучения. Мы просто ищем рационную оценку на расстояние кубик-лабел, и потом оптимизируем эту оценку статистическим предъявляемым способом. Соответственно, и последний шаг, который нам остался, это нам нужно научиться быстро получать необусловленную реализацию. Ну, давайте, давайте научимся делать это следующим образом. Пусть у нас есть К, пусть мы наше ядро мы смогли представить как сколерное произведение в каком-то пространстве. Мы нашли вот ядерную ядерную функцию, да, как там же свечи, так, future map. Соответственно, тогда мы можем представить, так, прошло, вот мы можем тогда представить, да, я вот этот слайд буду пускать. Вот, соответственно, мы можем представить тогда f от x, как сумму таких, как сумму независимого случайных величин умножить на вот эти на презенте future map'а. Ну, вот тут доказательства. Ну, вот такая app на самом деле легко получается, но у нас не осталось на этот клиент. вопрос такой, а что вы все боитесь эту матрицу в номинации, которая якобы большая? Смотрите, там рекуррентная метра меньше квадратов, там оперативно пересчитывают эту матрицу, но она зачастую плотная. Ну, что, то есть она все равно там займут пересчитывают, чем займут пересчитывают. Сейчас. Не, ну, как-нибудь, не, сейчас просто, ну, может быть, это не в теме, но вот если взять, ну, загуглить, рекуррентный метр на меньше квадрата, то это открытый полипер-калман. То есть там новая матрица кратинь пересчитывает. О, данные. Мы считаем, что у нас каждый раз добавляется новая данная. можно считать сразу матрицу, но вы как бы считаете, что у нас матрица и тема. А можно смотреть вычислительные процедуры, они лучше всего итеративные, когда шаг за шагом. И вы, когда обновляете данные, то это вот еще в начале 60-х годов придумали итеративные так пересчитывать. Там на самом деле, ну, трюк такой тоже алгебраический, как от Шура, только посложнее там немножко, но там тоже смотрится на такой красивый в книше там, гадмахеря и так далее. То, что я подумал и по моему опыту мы разные метки пробовали, мы тоже спрощили матрицу и литеративные восприятности. Никак не получилось полностью обратиться быстрее. А на сколько вы говорите? Петя, Слава, можете как-то откомментировать? Вообще, я могу все же сказать, что в литературе современной. Вы начинали это делать. Видимо, нет. Нет, это случилось. нету Петя и Славы, но... Ну, быстрее такой вопрос не поскольку надо конкретно смотреть, но вообще... Там же еще проблема, потому что на самом деле бутылочное горлышко оно не в обращении матрицы, оно когда мы протаскиваем через эту матрицу градиент. Там же нужно... Там все вместе же, то есть это примерно меньше квадратов, там же все вместе, и это тот же там и они вместе и протаскиваются. Это же ну не зря там такие фильтр-калмы, все эти вещи неформальные там. То есть их не так просто люди в своем... Нет, ну возможно просто на самом деле методы... ну просто потом как-нибудь до себя заглушится, отраду моя личность выскочит. Приквенция идет... все... так, ну тут уже, как я понимаю, есть все вопросы. Если кто-то хочет задать вопрос, есть... геологичность, она влияет на выбор игра, на выбор функций? Ну да, И мне вот, например, не нравятся слишком гладкие решения, поэтому мы выбираем матра. А вот в другой задачи всех ником, там получается даже слишком гладкие решения с матра на три вторых, мы вообще выбираем с потенциальным литро, которое дает нигде не дифференцируемое решение. Нет, ну вот у меня формализация в принципе там настроенные нейронные сетки на слово геологичность. То есть это когда мы решаем задачу оптимизации, там ставится задача оптимизировать невязку плюс лямбда и на геологичность. И вот люди на самом деле уже до техасской метки до всего они вот эту геологичность уже описали нейронные сетки функции, которую можно в миорфинде просто скармливать классификатор и уже люди что-то понаделали, подписали. Наши может еще пока этого не верят, потому что дипленик вообще мало поверит, что геологичность скажется, что нейронная сетка будет геологичной. Но по факту она красивая и тем родиной начинает. Нейронные сети все-таки используются. геологичность знаю про нейронные сети, там безусловно есть методы именно на нейронках основаны внутренние геологии, в том числе генеративные и используем гауссовские. Там эта дополнительная вещь уже построили именно геологичность. Я открыл вопрос геологичности. Здесь надо обычно погружаться в детали. О чем они геологичность тренировали, это тоже такой был. Понятно, что в Сибири родные геологичности кайзи другая. Хорошо. Да, я забыл сказать, что это направление с быстрым сэмблингом делает моими коллегами слабые дети и другими инициаторами. Хорошо. Спасибо. Давайте по-клопам. Она гасима. Да.